Друзья, хочу затронуть маленькую тему, потому что буквально вчера мне написала одна женщина, которая брала у меня персональные онлайн тренировки дистанционно. Много было очень вопросов, сначала там восхищение, как я работаю с людьми, моим видео, моими статьями, потом она пропала, потом пишет, что у нее ничего нет, что она не тренировалась, пропускала туда-сюда, в общем такое. В итоге пишет, ну не стыдно ли мне, что я не беспокоюсь о своих учениках? Вот, друзья, все, кто у меня в учениках, мне дадут соврать, что мы сразу обговариваем, ведь людей много. На каждого я завожу определенный дневник, куда записываю всю ту начальную информацию, которую вы мне скидываете, и фотографии. Мы с вами договариваемся, в зависимости от индивидуальных характеристик каждого, две или раз в три недели вы присылаете мне фотоотчет, мы корректируем ваше питание, корректируем тренировки, и это все обговаривается заранее. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы мне пишите в любое время, если вопросы серьезные, мы обсуждаем в скайпе или в вайбере, со всеми так происходит. Но бывают люди, которые, я понимаю, особенно когда еще человек в возрасте, хочется все и сразу. А особенно, когда не следишь за режимом, не делаешь все тренировки. Ясное дело, что в сферу очень серьезных причин работа, дети, внуки, болезни, что угодно. Но, когда вы не выполняете указания тренера, неважно, меня или вы работаете с кем-то другим, то вы не можете предъявлять претензии вашему тренеру. Если вы получаете работу, если вы получаете указания по тренингу и питанию, но не соблюдаете их сами, я не могу и любой другой тренер, который работает онлайн, постоянно писать вам и спрашивать, где вы, куда вы пропали. На то, вы со мной договариваетесь заранее, что пишите мне вопросы. У нас есть слово, которое вы пишите в начале. И я вижу, что это мои ученики. Я, в первую очередь, всегда отвечаю им. Все это прекрасно знают, кто тренировался или тренируется со мной. Я не ищу вас, если вы не ищете меня. По-моему, это логично, да? Но мне, честно говоря, просто времени на это на все не хватит. Поэтому у меня есть дневник, где я записываю все необходимые корректировки, которые ввел. И составляю план на будущее, когда вы мне присылаете каждые 2-3 недели фотоотчет и ваши вопросы. Поэтому я вижу, где и что нужно исправить, где и что нужно подкорректировать. И нужно ли вообще. Именно таким образом мы с вами и работаем. И довольно-таки успешно работаем. Так что, друзья, если вы надумали работать с персональным тренером, неважно, со мной или нет, онлайн, не ждите волшебных пилюль, волшебных пендалей. Да даже если вы начинаете работать вживую с персональным тренером, такое тоже очень часто со мной происходит, когда люди приходят и говорят, я не хочу делать это, не хочу делать то, я хочу вот так. Зачем ты тогда вообще ко мне пришел, зная, что у меня такие методы тренинга, зная, что я за базовый тренинг, я против дрочилова в тренажерах, особенно для натурального атлета. Зачем тогда вообще изначально обращаться, тратить ваше время, ваши деньги, тратить мое время, потом нервничать, негативно как-то высказываться. Это не хорошо, друзья. Если вдруг я не выполняю каких-то своих требований, вы мне присылаете отчеты, мы с вами контактируем, а я вдруг не выхожу на контакт, не присылаю вам тренировки, не корректирую питание, не отвечаю на ваши вопросы. Вот это да, это большой косяк, и если бы я так поступил, я бы даже вернул вам деньги. Но когда я работаю, когда я затрачиваю определенный, усилие, время на то, чтобы написать вам питание, посмотреть, подкорректировать ваши тренировки, я не считаю нужным возвращать деньги. Потому что работа была проделана, все необходимые условия с моей стороны соблюдены. Ну а раз вы их не выполняете, то почему претензию нужно предъявлять тренеру? Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Должен ли я, помимо всего того, что провожу эту работу, еще и отслеживать за тем, выходите ли вы на связь со мной, писать, почему, где вы, куда пропали, почему нет фотоотчета. Но на самом деле, с теми, кто выступает, я слежу за этим более четко. А с теми, кто хочет хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, мы заранее договариваемся, друзья, вы должны сами каждые 2-3 недели выходить со мной на связь. Не бывает волшебства. Если вы трудитесь, вы получаете результат. результат. Если вы не трудитесь, то вы ничего не получаете. Ни результата, а получаете только один негативный опыт. Ну что, увидимся в следующий раз. Спасибо, что смотрели. Спасибо.